В год 30-летия независимости под общей редакцией руководства Комитета национальной безопасности к изданию подготовлены две книги. Они рассказывают о службе оперативных работников и пограничников. Здесь еще хотелось бы отметить, именно председатель настоял, чтобы здесь не восхваляли руководство, начальников, генералов. Здесь речь идет о тех людях, которые ежедневно работают. Это оперативный состав, оперативно-сержантский состав. В пределах допустимого раскрываются оперативные будни, отдельные элементы служебной деятельности, так сказать, невидимая часть работы. Понятно, что все мы не можем показать еще. Впервые в таком объеме спецслужба независимого Казахстана рассказывает о своей каждодневной деятельности. Ветераны Комитета национальной безопасности признаются, эти книги важны. Ранее о подвигах служащих писали лишь заметки и небольшие статьи. Теперь каждый гражданин, прочитав произведение, сможет узнать, что скрывается за высокими заборами зданий Комитета и обо всех нюансах работы. Сейчас вот именно 30 мероприятий, 30 операций. Это очень здорово. Наверное, то, что рассекречены и за сроком давности. Но теперь рядовой читатель всегда говорили, что же делают органы, чем же они занимаются. Именно прочитав вот эту книгу, эти две книги, они будут иметь полное представление. Конечно, не все операции, не все мероприятия были изложены. Это часть всего. Но я горжусь. Книга «Государственная граница» вместила в себя неспокойные будни зеленых фуражек, напряженный ритм охраны, священных для каждого казахстанца рубежей. Стоит отметить, в рамках празднования 30-летия независимости в областном департаменте Комитета национальной безопасности был открыт музей, первым посетителем которого стал председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан Карим Масимов. В музее предоставлена вся информация с момента обретения страной независимости, ее городских и районных подразделений и каких результатов добился департамент КНБ по Акмолинской области. Кроме того, представлены личные вещи Мажита Джангильдинова. Он при жизни получил звание генерал-майора, звание почетного гражданина Кокшитау. В его честь названа улица в областном центре. Музей создан на основе концепции Музея Комитета национальной безопасности Республики Казахстан. Впервые открыл свои двери 7 сентября текущего года.